Вопустники 12-й гимназии 1987 года в Люберцах выкопали настоящее сокровище. Капсулу, в которой 30 лет назад спрятали свои пожелания. На встрече выпускников побывала депутат Госдумы Лидия Антонова. Когда мы были счастливыми, разноцветные листочки из альбома. В далеком 1987 году советские мальчики и девочки в разгар перестройки написали себе в будущее письмо. Для этого один из отцов старшеклассника соорудил специальную капсулу, в которой 30 лет хранился листок с ракоценными посланиями себе в 2017 год. 1987 год – это был период самого разгара перестройки в СССР, когда под руководством Коммунистической партии страна начала свое движение к рыночной экономике. И тогда еще не было ни цифровых фотоаппаратов, ни сотовых телефонов, ни прочих гаджетов. На встречу соединились два поколения – выпускники прошлого и будущего. Преподаватели, которые с года в год готовят ко взрослой жизни вчерашних школьников. Есть такой необычный праздник, который есть, наверное, только в школе. Это когда собираются выпускники. Он бывает в разное время, но вот сегодня здесь, в этом лицее, собрались в связи с 30-летием выпуска первого. Но тогда ребята, а сейчас молодые, полные силы, люберчане, которые с большой любовью и благодарностью встретились со своими педагогами. Капсула времени была спрятана на первом этаже гимназии, рядом с портретами всех медалистов. Все те люди, которые были дороги, все те люди, которые создавали учителя, которые создавали коллеги, которые создавали абсолютно творческую атмосферу здесь. Как призналась Лидия Антонова, преподававшая много лет английский в школе и знает не понаслышке, что такое быть учителем. Ей до сих пор снятся уроки. Знаете, что снится учителю? Учителю, ну не знаю, такому, как мне, например. Мне всегда снится такой жуткий сон, что я вот учитель гуманитарий, а меня посылают преподавать математику. Вот у меня почему-то такой сон довольно часто снится. Теплые воспоминания, нежные объятия, крепкие рукопожатия. Выпускникам прошлого века хотелось заново пойти в школу и повторить еще раз все уроки, перемены и походы всем классам на субботники.